Полиция за границей Продолжение следует... 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 не подтвердятся, зато, может быть, дадут новые звездочки. Зато расскажут о том, как раскрыли страшные группировки. И проблема заключается в том, что если молчать, то масштабы этого будут шириться. Это все будет больше, больше и больше. Потому что безнаказанность преступлений, а пытки это преступление, запрещенное российским законодательством и всеми международными пактами, которые наша страна подписала, она неизбежно рождает новые преступления. Как это остановить? Как сделать так, чтобы невидные люди не остановились жертвами пыток и насилия? Как сделать так, чтобы над ними не могли издеваться? Как сделать так, чтобы следствие шло по закону и правоохранительные органы работали по закону? Ну, один рецепт простой, это смена власти в стране, потому что только сегодняшняя власть, она покрывает все это. А второй рецепт, это не молчать, это проводить такие митинги, как этот, это писать обращения, это обращаться к депутатам, просить их направлять запросы, это просить о помощи журналистов, придавать огласке все происходящее. Вот пока мы молчим, пока нас мало, все это продолжается. Я уверяю вас, если бы нечто подобное произошло в каком-нибудь европейской стране, и стало бы известно, что невинных людей пытают, то не десятки, а сотни тысяч людей вышли бы с протестом. Вот если бы сотни тысяч петербургцев вышли бы сегодня против пыток, уверяю вас, завтра же все это бы прекратилось, завтра же все были бы уволены и наказаны, а возможно и посажены. Нас тут сегодня несколько сот человек, это очень здорово, что нас тут несколько сот человек, но надо, чтобы было больше, потому что, повторяю, это может коснуться каждого. И пока мы пришли за всеми нами, пока это не коснулось каждого, надо не молчать, надо возмущаться, надо протестовать, надо защищать невинных и требовать наказания тех, кто над ними издевается, и тех, кто их пытает. Спасибо всем, кто пришел. Будем бороться вместе. Дело Сети публикуется против антифашистов и анархистов. И сейчас на эту сцену я приглашаю их товарища, друга и участника группы «Солидарности». Всем привет. Меня зовут Олег. Я анархист, антифашист. И 26 января этого года я стал свидетелем преступления. Против моего друга Ильи Капустина, моего соседа, сотрудниками ФСБ, были применены пытки, и он стал жертвой политической репрессии. И он не был приписан им к этой сфабрикованной организации, но он подвергся пыткам как свидетель. И из него вышибали показания. Накануне ночью его забрали и 3 часа пытали в машине электрошокером, а потом привезли на допрос в большой дом. На запросы правозащитников, на запросы адвоката Ильи Капустина Следственный комитет ожидаемо ответил отказом в возбуждении уголовного дела по статье о пытках. Но мотивация была совершенно неожиданной для нас. Мы не ожидали, что до такого идиотизма дойдет Следственный комитет. Они сказали, что следы от электрошокера, эти многочисленные ожоги, которые я видел сразу после ухода ФСБшников из нашей квартиры, что это не следы ожога, а это просто укусы клопов. Я видел этих клопов, они ввалились с обыском в нашу квартиру, перевернули весь дом. Я знаю, что назвать это действием людей, то, что они сделали с моим другом, с нашим товарищем, сложно. Но даже оскорбить клопов сложно, сравнив их с ФСБшниками, которые применяли пытки к людям и продолжают это делать. Продолжают психологическое давление, продолжают угрозы пытками. Постоянно мы услышим об этом. В своем заявлении адвокату другой фигурон дела, Хеленков, Виктор, сказал, что следователь Бондарев, следователь ФСБ сказал, что сотрудники ФСБ всегда добиваются своего. В этом смысле они хуже клопов, потому что клопов можно как-то приструнить, как-то вытравить. А с ФСБшниками сегодня у нас практически нет средств бороться. Никакой дихлофос их не вытравит из вашей квартиры, когда они приходят к вам с обыском и пытают вас. Поэтому не хотелось бы оскорблять клопов таким сравнением. Но это сделал не я, это сделал Следственный комитет, который, собственно, назвал эти следы пыток следами ударов клопов. Значит, так их и будем называть. Позор! Спасибо. Соответственно, я хотел бы благодарить всех, кто пришел сегодня. Все эти месяцы, после того, как моего друга и моих товарищей изуродовали этими чудовищными пытками, после того, как мой друг вынужден был скрыться из-за границы и попросить политического убежища за рубежом, все это время мы получаем очень большую поддержку от многих людей. И спасибо, что вы распространяете информацию, продолжаете борьбу с этим беспределом. И я уверен, что наш враг очень могущественен. У нас очень мало инструментов давления на эту структуру, которая подчинила себе все ресурсы медиа, все силовые структуры, все ресурсы влияния на принятие всех решений. Но то, что вы не отчаиваетесь, то, что вы приходите сюда и имеете смелость, спасибо большое, и я думаю, когда-нибудь мы победим. Спасибо. Долой пытки, долой ФСБ! А сейчас тогда мы приглашаем на сцену участника и члена либертарианской партии Александра Литреева. Он выразит передавность с другим федеранком по телескопу. Всем привет. Сегодня такая замечательная погода и такой печальный повод, что мы сегодня здесь все вместе собрались. Шатный. Я хочу, если вы не против, зачитать небольшой стих, а потом сказать несколько слов. Вы поймете, о чем речь. Вы поймете, о чем речь. Вот тебе рок-стар с кеды, вот тебе сникерс и кола, дети идут в школу, в космос летят ракеты, вот тебе из супермаркета ужин, вот икона, вот псалтырь. Это не мир стал хуже, это хуже стал ты. Детка ведь, это долгожданный прогресс, скоро у тебя будет порядковый номер, не помещается в Мерседес священника физиономия, хорэ стубе воду толочь, дети в семье двоиня, не евшие, а ты свечку за башков ожиревших, да зарязы позолоченные. Вот тебе для умишки пища. Везде чванство, пустословие, обман. Эти люди заглядывают в свой карман и протягивают свои пальчище. Давай потолкуем. Подходи ближе. Я на пару минут и оставлю покоя. Айфон последней модели, это престижно, книги читать, это что такое? И правда. Я включился рано, деда посадили за что? В саду поломанный вязы, кем большой брат улыбается с экрана и говорит на ломаном языке. Он как пиявка жадная пьет соки. За годом год, за веком век. Большой брат делает войну на западе и на востоке, но хуже делает войну в твоей голове. Видишь в конце туннеля свет? Хочешь пулю такую? Вот интернет. Не общайся с живою. Вот сладкая ложь, безнадежный лузер. Значит, в морду не плюнешь, значит, хоть тресни, не пнешь политика на ландкрузер. За экранчиками прячутся лица. Недовольные и сердитые. Это в порядке вещей. Бандитов исправно ловит милиция. Но тех ли бандитов? И бандитов ли вообще? Парнишка хлеб украл, ему голодно очень. Дядя миллионы у народа тянет. О чем разговор? Кто здесь бандит? Кто здесь вор? Объясните доходчиво, не пойму. Инакомысляшь, значит, иуда. У меня в голове сплошные аварии. На большого брата нельзя наговаривать, нельзя судачить. Больно по жопе бить будут. Бить будут, бить будут, пока не дашь сдачи. А ты не дашь сдачи. Так что смотри телек. Читай газетки. Смотри передачки. Впитывай кайф. Большой брат будет любить тебя и беречь. Беречь и любить. Привыкай. Я бы хотел призвать каждого из вас не привыкать и не мириться с тем, что происходит сегодня у нас в России. Если вы простой человек, таких, как здесь десятки людей собрались, программист, как, например, Виктор Филинков или Игорь Шишкин, которого также пытали в ФСБ. Чем бы вы ни занимались, за вами могут прийти, за вами могут приехать черные воронки, как это было в прошлом нашей страны и увести, пытать. Разве такого будущего мы хотим для нашей страны? Разве ради этого строилось все то, что вкладывали наши предки в нашу страну? Я хочу добавить еще несколько слов. Если мы будем дальше игнорировать происходящее, если мы дальше будем продолжать игнорировать происходящее и дальше будем каждый сам по себе, мы ничего не добьемся. За каждого человека, которому угрожают пытки, за каждого человека, за которым приходит ФСБ, мы должны вставать все вместе. И в следующий раз перед домом ФСБ на Литейном 4 должно собраться гораздо больше людей. Спасибо. Николай Николаевич подошел наконец-таки, и я прошу вас подняться на сцену. Кто пропустил, это папа Юлия Бояршинова, одного из федерантов по делу ФСБ. Я благодарю всех, кто нашел в себе силу и смелость принять сюда и высказать свой протест против пыток. Я хорошо знаю своего сына, я знаю, что он не способен ни на какую мерзость. Все обвинения, они надуманные. Я выражаю свой протест против средневековых способов дознания. Никакая страна не может уважать себя, если там творится такое беззаконие. И я очень благодарен, что на последнее судебное заседание пришло много людей, пришли его друзья. Это очень его поддержало. Это была такая небольшая, но победа. Я понимаю, что такие победы, это только маленькая капля. Но я очень надеюсь, что, я верю, что все эти капли соберутся в один хороший ливень, который смоет всю эту мерзость. Спасибо, я просто не могу больше говорить. Спасибо. Николай Николаевич, каждую неделю выходит с одиночным пикетом на Невском проспекте, на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой. Обычно это делает по пятницам, но в эту пятницу он будет занят, у него будет допрос ФСБ. В остальные дни вы можете прийти и поддержать Николая Николаевича. Это очень важно на самом деле, потому что именно информация, именно то, что мы знаем о том, что происходит с Юлей, помогает ему избежать самых страшных пыток и, возможно, смерти. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Дело сети, это на самом деле не какая-то уникальная история, это часть системного беспредела и беззакония. Поэтому сейчас мы бы хотели Анну Михайлову. Анну Михайлову. Крымский полевой правоточительный центр. Анну Михайлову. Здравствуйте всем. Я не очень понимаю, почему это произошло так быстро. Вкратце расскажу о тех делах, которые сейчас происходят в Крыму. В Ростове продолжается рассмотрение делах из Бухтахрир, Ялтинской шестерки, в том числе судят правозащитника Крымского и Мирсина Пугу. В селе Раздольном, в Крыму, продолжается очередное дело Владимира Балуха. В этот раз его обвиняют в том, что он совершил нападение на сотрудников полиции. Владимир Балуха – это активист, который у себя на доме повесил украинский флаг и отказался его снять. С тех пор у него, с ним происходят всяко разные уголовные пиланы. Что еще? Ну, совершенно недавно, 18 числа, была памятная дата день депортации Крымско-Татарского народа, которую нельзя забывать. Да я говорю громче. Не сбивайте меня, я сама собьюсь. И хочется вспомнить о деле Биджие Кашка. Это крымская татарка, активистка движения «За возвращение», которая пережила депортацию, но не пережила Россию. В ноябре прошлого уже года ее и еще нескольких человек, тоже довольно пожилых, задержали. Мужчин клали лицом в пол, тоже не особенно молодых. Насчет нее неизвестно, но она этого не пережила, задержали. И в том числе по делу Биджие Кашка был задержан отец Мустафы Дегерменджи. Это дело 26 февраля, по которому 4 июня будет наконец-то вынесен приговор. Ну и нельзя забывать об Олеге Сенцове, который уже неделю голодает, сегодня седьмой день. И единственное требование для прекращения голодовки – это освобождение всех украинских заключенных в России. С его слов он готов умереть. Поэтому хотелось бы пожелать сил всем активистам по обе стороны решетки. И все, спасибо. Сейчас на эту сцену поднимется Николай Олеников, активист, художник и участник группы «Аркадий Коц». Он расскажет, почему антифашизм неизбежен и необходим. Всем привет, Нова Пасаран, алерта антифашиста. Нет никакой необходимости мне говорить, собственно, какие-то новости от первого лица, почему антифашизм неизбежен. Мне очень хотелось бы сегодня, поскольку мы все здесь вместе, подчеркнуть одну очень важную деталь, которая помимо пыток и чудовищного задержания и всей этой несправедливости объединяет этих ребят. Это антифашистские взгляды. И мы прекрасно понимаем, что после 12-го, особенно после 14-го года, после Крыма, антифашизм в нашей стране становится неожиданным. И снова государственной идеологической доктриной является частью машины пропаганды, которая работает против антифашизма на самом деле. И вот ребята, которых задержали, которых пытают, они как раз знали, что такое настоящий антифашизм, про что он. Про равенство, про справедливость и про солидарность. И, собственно, мне хотелось бы, чтобы мы сейчас все подумали на минуточку о том, что нас здесь всех также может объединить вместе с ними, которые там, сейчас они с нами. Это особенное понимание того, чем является фашизм и как ему противостоять. И мне кажется, вот среди нас, по крайней мере, неизбежность антифашизма, она очевидна. Так что спасибо всем, кто сегодня пришел, спасибо всем, кто сегодня объединился в защиту ребят. Давайте продолжать защищать их. Антифашизм неизбежен. Спасибо. Если есть кто-нибудь, кто может подержать микрофон, пока мы поем песню. Спасибо, Лера. Да, к лицу к лицу. Понимай, не смешивайся. Мне все равно надо это делать. Мы готовы? Мы первый раз играем ее вместе. Ну, без исключения вчерашней репетиции. Люся, дорогая, шлю у тебя привет. Глазки острые твои знает целый свет. От больших городов до бескрайних морей Помнит каждый третий о винтовке твоей. От винтовки твоей, от винтовки твоей. Триста нацистов полегли среди полей. От винтовки твоей, от винтовки твоей. Триста нацистов жить стало веселей. Вот охотник смелый, по лесу идет. Вот другой охотник в кустах добычу ждет. А Люся Павличенко нацистов целый взвод. Метким глазом на прицел винтовки берет. От винтовки твоей, от винтовки твоей. Триста нацистов полегли среди полей. От винтовки твоей, от винтовки твоей. Триста нацистов жить стало веселей. И в шару, и в стужу, и в провозглый дождь. Метких глаз твоих прицел ничем не собьешь. Все земные страны избавят от банья. Анарха коммунизма и винтовка твоя. От винтовки твоей, от винтовки твоей. Триста нацистов полегли среди полей. От винтовки твоей, от винтовки твоей. Триста нацистов жить стало веселей. Луся, Луся Если ты комофоб или националист Ультра-православный или ультра-сталинист Это значит, ты не дружишь со своей головой И мисс Павличенко придет за тобой От винтовки твоей, от винтовки твоей 300 нацистов полегали среди полей От винтовки твоей, от винтовки твоей 300 нацистов жить стало веселее Алерта! Алерта! Антифашиста! Спасибо! Алерта! Антифашиста! Алерта! Алерта! Антифашиста! Алерта! Алерта! Антифашиста! Сейчас на сцену поднимется Ксения Корчилова И она расскажет о пытках в отделениях Потому что Ксения работает в группе помощи задержанным На самом деле, очень тяжелая работа И необходима нам всем больше всего Потому что, возможно, нам она будет помогать минут через 15 Надеюсь, что нет Познакомьтесь с нашей героиней Здравствуйте все! На самом деле, когда меня пригласили выступить здесь Мне было очень сложно Когда речь заходит о насилии со стороны сотрудников полиции О пытках, об избиениях В том числе и на акциях протеста Зачастую я не могу найти никаких слов Я замираю И начинаю бездействовать Я сейчас не буду говорить конкретно про дело сети Я скажу про другие звенья Все и той же цепи насилия С которой мы сталкиваемся в своей обыденной жизни Я думаю, сталкиваются многие из вас Я думаю, все здесь знают Как обычно происходит задержание на мирных акциях протеста Как сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии Избивают людей дубинками Просто бьют, тащат за волосы Это стало нашей обыденностью Мы начинаем привыкать и адаптироваться Однако Митинг за митингом Круг насилия не разрывается На одном из последних мероприятий На телефон группы помощи задержанных Позвонила девушка Ее молодого человека сильно избили при задержании Потом привезли в отдел полиции Где он находился несколько часов Ему не вызывали скорую В итоге скорая его госпитализировала И он пропал И больше не выходил на связь Думаю, все здесь понимают Как страшно Порой, когда человек пропадает Несколько часов мы его искали В итоге нашли все в том же отделе полиции Его повезли в суд Где в суде в течение 8 часов Не давали передать ему воду И необходимые лекарства Я тогда много говорила с этой девушкой И я помню состояние того ужаса И того оцепенения Которое наступает Когда совсем не можешь найти слов Я всегда удивляла Один из самых популярных лозунгов На акциях протеста Мы не боимся Это очень личное Я размышляла и думала Насколько это применимо ко мне Возможно, действительно Это не страх Возможно, это Ощущение оцепенения От ужаса и беспомощности Раньше меня раздражала эта черта Она мешает действовать Но в последнее время Мне кажется, что именно этот ужас То, что может нам помочь Он воздействует на всех нас Он приковывает внимание к тому Что нельзя забывать И что нельзя не замечать И чем больше нашего внимания Приковано к пыткам Тем сложнее применять их безнаказанно Я помню историю Ребята из организации НРА Которые вышли с транспаранта На следующий день после выборов В отделе полиции Их избивал сотрудник Центра АЭ А полицейский наставлял на них пистолет Оба хотели узнать пароль от телефона Чтобы понять, что там хранится И это становится нашей обыденностью Мы привыкаем к этому И я думаю, что необходимо Никогда не забывать О том, что все-таки это не норма Нужно противодействовать Как пыткам Так и любому насилию Со стороны сотрудников полиции Потому что все это звенья одной цепи Мне сложно об этом говорить И очень часто не получается Об этом говорить Но мне кажется, что Даже когда совсем Не находится никаких слов Нужно учиться Разговаривать об этом У меня все, спасибо Сейчас на эту сцену поднимется Валерия Ковалишина Феминистка, наша подруга И участница партии РСД Леру, прошу Привет всем Хочу сказать Спасибо, во-первых, организаторам За то, что они смогли А мы ведь знаем это не просто Организовать этот митинг Потому что Прежде всего Сегодня Один из важных факторов Сохранности И здоровья Хотя бы сохранности Арестованных Это огласка Общественное мнение Может влиять На решение власти Вы знаете это Это по делам Ильдара Дадина 17 мая Следственный комитет Прекрасил Закрыл дело По Дмитрию Богатову Вот И То есть Перемены возможны Как уже здесь говорили Нужна огласка И это работает Арестованных ребят Власть Обвиняет В терроризме Терроризм Это запугивание Это действие страхом Но Тот кто запугивает Сегодня Это сама власть Она не способна Справиться с нарастающими Проблемами Ни политическими Ни экономическими Ни социальными И все Что она пытается Сделать Это запугать Нас настолько Чтобы мы Замолчали И не говорили Но Для сторонников Такого Поведения У меня Есть новости Это не работает Ребята Наши проблемы Сегодня Такого свойства Что от того Что мы молчим Они не решатся Решение их будет Придет время Но Когда это время Наступит И мы их начнем решать Переговоры И сила В этих переговорах Будет на нашей стороне Спасибо Я просто хотела еще сказать Что Мы приближаем Сейчас Как бы ни казалось Это медленным Исторический этот процесс Мы приближаем его Нашей солидарностью Прежде всего Помощь политзаключенным Это один из этапов Одно из дел Которые мы можем Делать сейчас вместе Оставив в стороне Наши идеологические Разногласия Мы не должны Дать запугать себя И загнать нас На кухне Потому что Мы знаем Что режим Который держится На страхе И на полицейских Дубинках Он обречен Свободу политзаключенным Наталья Рыбалка Группа Группа Левтфем Друзья Слышно меня? Друзья Спасибо большое За то Что вы все Сегодня сюда пришли Потому что Наша поддержка Ребятам Наша солидарность С ними Это самое важное Что мы сейчас можем И должны делать Потому что Это касается Всех нас Меня например Это в том числе Касается Потому что Почему я согласилась Выйти и выступить Как родительницу Как маму ребенка Который Также является Убежденным Антифашистом Который Открыто выражает Свои взгляды Ходит на акции Не знаю Где ты Родион Привет И я дико боюсь Ребята Я боюсь За своего ребенка Мы все боимся Своих детей И мы поэтому Мы должны выходить И говорить Хватит Прекратите Остановите Эти преступления Мы должны Говорить Чтобы эти люди Которые совершают Сейчас это беззаконие Знают Что мы следим За судьбой Этих ребят Мы следим За ними Мы знаем О том Что происходит Мы помним Об этом И мы будем Знать И помнить Мы не оставим Это просто так Поэтому я очень надеюсь Что то что мы Сейчас здесь Собрались Поможет Как-то поможет И нам всем И нашим детям И в первую очередь Конечно же Этим ребятам Поэтому Огласка Поддержка И солидарность Спасибо Пожалуйста Не забывайте Что именно солидарность Это последнее оружие Которое у нас осталось Против этой власти Подходите к инфоточке Пишите письма заключенным Завтра вы можете оказаться Одним из них И именно это письмо Может вас поддержать И спасти вашу жизнь Свобода Полития заключенная Не хочу звучать краски Не хочу звучать краски Но это правда Свобода Полития заключенная Свобода Полития заключенная Свобода Полития заключенная Свобода Полития заключенная Россия без Путина 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok